Всем привет, с вами Аурум. Сегодня мы посмотрим на каточки чувака под ником Булличка или Булличка, скорее всего Булличка вот так вот из клана Энигма. Видим, у него есть 5100, видим, что арена у него мастер 1, при этом он 11 уровень, что уже очень неплохо, и прокачка у него вот такая, которая вы видите, 12 комнатки, 5 эпики, 3 леги в колоде. Из них, из этих лег, у него есть пламенный дракончик из парки, это по моему личному рейтингу не самые желанные леги, ну в общем-то в каждой коллекции, в каждой колоде, не самые. Опять же, я на них не травлю, но действительно не самые крутые это леги, то есть многие, наверное, со мной согласятся. Что с колодой? Колода, в общем-то, в целом понятна, я не буду говорить, что это там супер-мега-уникальная колода, но правда, достаточно интересно посмотреть, как он играет этой колодой, лично мне, надеюсь, вам тоже будет, потому что прокачка для 5100 у него маловато. Я уверен, ну давайте лог посмотрим, что говорить, я уверен или не уверен, смотрим на прокачку соперников, у всех, ну все почти по фулу, да, то есть 13 комнатки, вот видим, кстати, ну здесь его вот сделали, здесь мы видим 13-е тоже есть комнатки. Опять 13-е комнатки, 4-е лего, 11-е рарки, то есть, ну прокачка у соперников, у всех, практически у всех намного круче, чем у нашего булички. Я не знаю, как, опять же, правильно это читать. Вот, и хотелось бы глянуть, как он этой колодой играет. Окейшки, поехали, первый реплейчик у нас будет против чувака, который играет с шахтером, если я не ошибаюсь, у него в колоде также есть Core Geek. Довольно часто встречаемая дека, то есть, хочу сегодня рассмотреть прямо игру против часто встречаемых дек, ну и изначально давайте определимся, что же будет делать наша булочка. Будем его так называть, потому что булечка, мне каждый раз тупо в напряг это говорить. Ну, конечно же, с парки в спину, гигант впереди, видим, еще вот таким ключом еще он идет, то есть, против каких-то танков у него есть пламенный дракончик. Хотя, еще забыл сказать, у него есть, в принципе, все леги, то есть, все леги у него открыты. Он этой колодой играет не потому, что у него других карт нет, а просто ему нравится такая колода. И, скорее всего, он довольно давно играет с парки, потому что время с парки было, как только с парки появилась, и все, и на этом это время закончилось. То есть, после этого мало, ну, то есть, вот с парки такая, чтобы попсовая была, после того, как она тупо появилась, больше этого никогда не было. Ее как фиксанули один разочек, я уже не помню как, но как ее пофиксили, больше супер-мега-популярной она не была. И, по-моему, сейчас все знают, как контрить спарки, и у всех есть какая-то контра для спарки. Не особо понимаю, как постоянно он затаскивает, почему соперники такие, ну, как бы, как он высоко вообще с такой колодой добрался. Я не особо так въезжаю, но давайте глядеть. Вот здесь видно, что пропустил его соперник, уничтожаются варвары, и именно, наверное, в этом заключается весь фейл. То есть, тоже играет против него 12 уровень, похоже, очень прокачка на его. И сейчас, что, еще один выстрел будет? Да ладно, не гоните. Да ладно! Ну, здесь, конечно, очень много боков у соперника, было бревно, не сдвинул он с парки. Самонадеянно, беспечно соперник здесь себя проявил. Ну, давайте дальше поглядим. Времени еще куча. Вот они. Да, вот она элита. Бревно было брошено наперед, но прочиталось булочкой, и все, законтрил. И мы видим, что спарки он выбросил именно на 3 звездочки. Сейчас будет пытаться пропушить, как это у него получится, тоже посмотрим. Кстати говоря, легендарный дракончик сразу на ход вперед на Корги Га. Да, то есть, очень думает головой. Фаербол на мух. Не стесняться тратить 4 эликсира на мух. И... О! Ну, здесь законтрили спарки. Наконец-то! Удивительно, но законтрил соперник спарки. Смотрим, заберет ли он варваров. Вау! Красота! И варваров, и шахтера! Соперник, наверное, немножко в шоке. Пламенный дракончик практически съедает башню. Видим гигант агрится на башню. И вторая башня сейчас будет забрана. Да, ребятки, вторая башня... Боже, башню короля тоже! Смотрите, скелетики херящат башню короля. 4 секунды! ГГ! Три коронки! Класс! Очень распространенная колода. Здесь у нас... Мы сразу видим элиту, сразу видим мега-миньона. Еще хочу сказать, что здесь есть голем и палач. То есть, это вот такие вот вещи. То есть, сейчас, в принципе, колоды с големом делятся на два типа. Первый тип это с элитными варварами. Второй тип без элитных варваров. На самом деле, шучу. Есть одна очень попсовая колода в глобале. Там, где голем, пламенный... Ой, вру, не пламенный, просто дракончик обычный. И что там еще? Молния, да? Это чисто из достопримечательностей. А есть вот такая вот колода, где есть элита и где есть палач. Молнии нет, но тоже есть сборщик. И это реально очень-очень распространенная колода. Вот против нее тоже довольно интересно посмотреть. И видим, что у соперника 11-й мега-миньон. Вообще, скорее всего, у него здесь все по фулу. Поэтому тем интереснее смотреть. Стандартная тема. Все очень всегда стандартно. Спарки из-за башни. Подкидывается либо пламенный дракон, потом в итоге подкидывается гигант. В общем, все как старое доброе. Но почему-то у него это работает. У него это по-прежнему работает. Работает на таких высоких кубках. Да, видим, седьмой эпик у соперника. Палач седьмого уровня. Поэтому серьезно, что это было? Фак. Это, короче, дичь. Реально. Соперник гонит. Но хоть спарки уничтожены. Хотя, смотрите, пламенный дракончик Агрица ничего не может сделать. Нет эликсира. Боже, башня забрана. И мегаминьон вообще ничего не смог сделать. Но здесь мы видим, что как-то соперник... Вот все-таки булочка берет всех тем, что не привыкли, как играть против спарки и против пламенного. Поэтому все как-то теряются, допускают очень грубые ошибки. Вот уже второй реплей видим. И второй реплей грубая ошибка. Вот эта грубая ошибка решает ход поединка. То есть ты можешь как угодно играть. Идеально играть, контрить все идеально. Допускаешь одну ошибку на таких кубках. Все, идешь домой. Поехал домой. Все, пока. Удачи. Ты был лучший. Спасибо за участие. Главное, участие тебе будет говорить, а не победа. То есть, ну, типа как угодно тебя успокаивать. Но, блин, ты проиграл. Все, ты пролетел. И здесь точно так же. И вот видим, кстати говоря, сейчас фаерболл булочка бросил неверно. Промахнулся он по элите. Но законтрился на ура. Тем временем соперник поставил уже целых два палача. Но ничего страшного. 19 секунд. Пуш. Пуш от вот соперника. Соперник пушит. Но ничего. Ничего. Не успевает. Не успевает как-то отреагировать соперник на все действия булочки. Поэтому это ГГ. Ну, опять же, из-за тупо одной ошибки вражины. Колода у соперника с Хогом. Тоже посмотрим. Очень сильно хочу посмотреть Хога. Хога начали юзать почаще. То есть, вообще, что в Глобале сейчас происходит? Это колоды с Големом. Корги Ги. Есть Хоги. Ну, кладбище. Гонча. Вот такая тема. Остальные колоды, в принципе, менее популярны. Но тоже есть. То есть, Гонча Шарик. Там, понятное дело. Ну, вот, мне очень часто, я вижу Корги Гоу, очень часто Гончу, очень часто Големов. То есть, это вот такая тенденция сейчас. Кстати, давненько не было фикса баланса. Думаю, пофиксят не кисло перед выходом темной ведьмы. Все. Поэтому сейчас вот интересно посмотреть, что же с Хогом. И опять мы видим, что-то непонятное происходит. Контраст Парки удивляет. 13-й левел вроде бы. 5000 кубков у него удивляет. Нету, нету Элика. И вот опять мы думаем, что это случайность. Опять очередной третий раз мы увидели, как Спарки фигачит по башне. И кажется, что это, типа, опять соперник Нуб, опять соперник Рак. Опять он что-то не так сделал. Но, может, это все-таки не случайность. Может, это все-таки Булка умеет играть. Вот, ну, не знаю. Давайте дальше посмотрим. Может, ему и повезло, понимаете. Но я думаю, что это особо не везение. И вот мы видим, что приходится бревною зануть. И сопернику здесь уже сразу гиг. Двойного эликсира нет, поэтому дракончика докинуть нельзя. Посмотрим сейчас, сумеет ли соперник. Ну, разрядил Спарки, но что-то пошло явно не так. Ой, боже, Спарки опять выстрелила по башне. Опять выстрелила по башне и забрала башню. То есть, два захода Спарки, два выстрела. То есть, это действительно какая-то тема Турбо Спарки. Вот как старые добрые, когда Деспор еще играл Спарки. Типа, вот как так. Ну, потому что другого объяснения не могу найти. В чем фишка когда-то Турбо Спарки была? Она была в том, что ты Спарки выбрасываешь не все время, а только тогда, когда думаешь, что ты ее стопудово пройдешь. Но здесь вроде булочка выбрасывает все время. Но, блин, вот два раза за поединок Спарки прошла. Прикольно. Четвертая леги у соперника, видим. Это круто. Это, конечно, очень мощно. Не дожал башню. 700 хп остается. Но может дожать. Может дожать. Разрядил Спарки. И сейчас, ну, конечно же, унич... Ой. Да, повезло. Уничтожил, уничтожил Спарки. Хогушка наперед вместе с бревном. И Хог не дотягивается. Но 575 хп от бревна остается. Фэерболом докидывается. 18 секунд до конца. Сможет ли соперник дожать булку? Не знаю. Ну же. И что же разрядил опять Спарки? Фэербол. Здесь бревно идет. Тот 144 хп остается. Фэерболом добивает. И забывает о том, что пламенный сагрился на башню. И съел башню. Вот так вот. Против 11 левел. Против 13. В общем, в целом, это не совсем обучающий видос был. Это просто показать, что вот, знаете, сам себя попустил только что. Потому что, когда открывал кейсы, ну, точнее, открывал сундуки. И выпадал там, например, легендарный дракон или Спарки. Я считал, что это, ну, это одни из самых худших лег, которые могут быть. Конечно, крутые леги, но я думал, блин, ну, они, если вот из всех 11 выбирать, которые есть на данный момент, на моей записи видео, они, наверное, одни из худших. Но вот чувак показал, что нет нифига, пламенный дракон решал в этих поединках, ничего не могу сказать. А Спарки, само собой, решала. Потому что во всех поединках, которые мы сегодня видели, она умудрялась стрелять по башне. И каждый раз складывалось впечатление, что соперник просто беспечен. А на самом деле он как бы, ну, типа, вот так все соперники. Вот у него попадаются все такие соперники. Везение, либо мастерство судить вам, пишите в комментариях. Но колода имеет право на жизнь. И те, у кого есть эти леги, эти три леги, бревно, я заметил, ребят, там есть бревно, лего, да, я помню. А вот те, у кого есть эти леги, можете брать на вооружение. Но вообще зрелище, по-моему, было прикольно. С вами был Ауром. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok